Конец лютого в Беловежской Пушке час перепису сягули основного насельництва. И коли оленя у рыси в волков и лис лишат по головах, то до подлику зубров инш подыход. Кольки буйволов у найстражитным лисе Европы, яких лишат по следах, и на во что подкормливают, доведаемся зараз. Працовный день зубра знаутся со стажем Алексея Буневича, починается еще до захода солнца. Але таки распорадок только на час перепису пушчанских буйволов. Что год зубров лишат зимой. Зверу бракуя соковитых травы и галинок. Статки идут ближе до кормушек. Тут их и шагают специалисты по улику. Они к себе летом практически не подпускают, очень тяжело подойти. А в зимний период можно видеть их на расстоянии, где-то ближе. Для этих целей существуют вот такие биноклики, мы наблюдаем за ними. Если где-то на открытых, далеко, мы используем даже фотоаппарат, фотографируем, потом заносим компьютер и можем по компьютеру посчитать в этот полувозрастной состав. Назирание за зубрыными столовыми вядется с таких вышек. Специалист по улику тут непрекметный. Зубров лишат не просто по головах, а по полу и взрости. Вызначают хворых и недавно народженных. И навыд, коли статок США, в опытные зубрознавцы могут вылишить прикладную колькость, особен по следах на снизе. Вот самца след, вот посмотрите, он более квадратный. Зубро у Беловежской пуши поделили на пять групповок по территориальным принципам. Самые бойные остатки налишивают по 80-100 особен. Як стверждают специалисты, подкормливать звера у моцной морозы необходно. В естественной среде, может, зубр и выжил бы. Но суровая зима заставляет, значит, необходимо усилить рацион для зубра. На думку навыковца, оптимальная колькость пушанских буйволов не повинна превышать 350 особен. По выниках перепису о поштних годах у национального парка зубров прикладно на треть больше. Самые свежие данные оптим, кольки их живя в самом старом лесе Европы, будут отриманы в ближайшие дни.